МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Славлю я мой край красивый, Славлю край приволжский милый, Славлю песни птичьих стай, Славлю мой чувашский край". Территория нынешнего Красночитайского района в X-XIII веках была частью Волжской Булгарии. Позднее подчинялась Золотой Арте. В XV веке оказалась в Казанском ханстве, а в состав русского государства вошла в 1551 году. Крестьяне, населяющие эти земли, были ясачными, с XVIII века государственными. Они были обязаны платить налоги в казну и поставлять в армию рекрутов. Жители этих мест издавна считают боевым народом. В центре села Красные Читай стоит легендарная Катюша. Грозная машина, наводившая ужас на фашистов, совершенно не случайно оказалась здесь, вдали от больших городов и заводов. Издавна среди чуваш ходил слух о том, что говоря на родном языке, чудо-зем хаюлла, хазер, тогда хастар щинзем. И это не без основания. Из истории района мы видим, что чувство патриотизма, защитника, воина, особенно присуще нашим красночитайцам. И когда наступило время тяжелых испытаний для нашего советского народа, и стал вопрос, кому же доверить грозное оружие Великой Отечественной, Катюшу, не зря по воле судьбы выбор был сделан именно на красночитайцем. В боевом крещении Катюш под Оршей 14 июля 1941 года прославился состав батареи ракетной артиллерии под руководством капитана Ивана Флёрова. В неё было зачислено 4 бойца из Чувашии. Трое из них – красночитайцы. Иван Коннов, Алексей Захаров и Степан Плисов. Они были ровесниками. Всем было по 25 лет. Все пережили триумф Катюши. В октябре 1941-го, оказавшись в окружении и получив приказ не сдаваться и не сдавать ворогу оружие, стали свидетелями и участниками уничтожения первых машин. До конца своих дней они рассказывали юным о героическом прошлом и воспитывали защитников Родины. Артиллерийское наступление. Четыре обелиска на главной площади Красных Читай посвящены людям с геройским званием. Герои Советского Союза, Алексей Логинов и Иван Индряков. Герои социалистического труда Александр Смолайкин и Дарья Григорьева. Единственная женщина на этой мужской аллее показала пример истинно героического труда. Более полутора миллионов килограммов молока надоела она за годы своей работы на ферме. Сегодня в Красных Читаях подрастают новые защитники Родины. В кадетский класс мне предложила моя мама когда узнала про это я поддержала ее идею и сама тоже была очень рада. Мне хотелось действительно туда попасть потому что когда формировали этот класс половина моих одноклассников все уже подали документы, заявления и соответственно мне тоже захотелось последовать за ними. В кадетском классе Авангард учатся 12 юношей и 6 девушек. За 4 года они прославились не только в республике но и за ее пределами. Многократными успехами на фестивалях, конкурсах и соревнованиях победили во всероссийском конкурсе смотр строя и песни марш победителям в Москве. В районе по праву гордятся своими юными героями. Присущий уроженцам Красночитайской земли геройский дух как свидетельствуют легенды идет от далеких предков. В Хазанкинском сельском поселении в деревне Харшиваша чтут уроженца этих мест Нигея. ПЕСНЯ Эту песню написала учитель чувашского языка и литературы Светлана Ерудкина. Ученикам она обязательно рассказывает о легендарном земляке. Когда в 1774 году предводитель крестьянской войны Емельян Пугачев прошел по чувашской земле, к нему примкнуло целое войско, собранное смелым Нигеем. В нем соединились жители нескольких деревень. Историки называют цифру в 700 человек. Правда, повстанцы были вооружены лишь своей храбростью и скоро потерпели поражение. И в леса ушли, и в овраги ушли. Потому что царские войска были очень подготовлены. У них и пушки, но у отрядов, у Нигея только стрелы, пики, топора. Поэтому им приходилось поражение за поражением потерпеть. Вот поэтому его схватили драгуны. И он подвергся нечеловеческим пыткам и погиб. Мы его помним всегда, и как он боролся за счастье народа. И мы всегда гордимся. Здесь до сих пор поют песни, созданные героем. Одна из них вошла даже в учебник чувашской литературы для восьмого класса. Памятник Нигею в селе поставили в 2011 году. Свои герои этого времени были и в селе Пандикова. Однако местные жители хранят память и о мирных событиях истории. На видном месте стоит старинное деревянное здание, у которого установлен бюст Ильи Николаевича Ульянова, просветителя народов Поволжья. Педагог-демократ открыл на территории Чувашии 38 школ. Одну из них в Пандикова. Илья Николаевич вышел с письмом, чтобы открыть эту школу для инородных селян. Школа, где почти 10 лет просуществовала на частных домах. А после 80-х годов уже школу построили по проекту. в основном они сейчас те времена и эти школы однотипные были. Вот мы с вами сейчас видим то, что описывается это здание, повторяется и в других школах, которые открыты Ильей Николаевичем Ульяновым. Сейчас в здании расположен музей. В главном его зале посетителей встречает сам Илья Николаевич Ульянов на картине народного художника России Чувашии Николая Овчинникова. В этой школе учились дети из 16 окрестных деревень. Среди них были и те, кто впоследствии, как говорили в те годы, вышел в люди. Пандиковское народное училище окончила первая женщина-врачу Варвара Формаковская. Она окончила Бернский университет в Швейцарии, но после защитила и получила звание врача после защиты Московского государственного университета. Первый министр образования Чувашии, тогда эта должность называлась заведующей областным отделом народного образования Илья Ештайкин, тоже учился в этой школе. В 1913 году он окончил Варшавский императорский университет. Учебное заведение, выпускавшее таких учеников, содержалось за счет средств земства и населения. В этом же здании размещалась квартира учителя. Посетитель музея может окунуться в быт педагога 19 века. В Красных Читаях тоже сохранилось историческое школьное здание. В 1898 году оно было построено на средства одного из представителей знаменитой в Чувашии купеческой фамилии Михаила Михайловича Таланцева. Он сделал такой щедрый подарок крестьянам уезда за то, что они ежегодно принимали участие в заготовке дров на купленных таланцевыми лесных делянках. В 1977 году было принято решение создать здесь народный музей. Его экспозицию собирал учитель-краевед Валиян Толстов-Отнарский. Гордостью музея является картинная галерея. Картины чувашских художников не только узнаваемые пейзажи, запечатлевшие удивительную красоту здешних мест, но и живые страницы истории Красночитайской земли. Портрет Ермея Рожанского, одного из самых образованных чувашей конца XVIII века, одного из основателей старой чувашской письменности и зачинателя чувашской письменной культуры. Историки до сих пор не знают точного места его рождения, но известно, что отец Ермея Рожанского был родом из Красных Читай. Среди исторически важных картин портреты Емельяна Пугачева и крестьянского вождя Нигея. Культурная гордость района в одной раме. Портрет Валерия Важорова, написанный Анатолием Даниловым. Уроженец Красных Читай Валерий Важоров заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель и дирижер Чувашского музыкального театра, создатель Камерного оркестра Чувашии. Инициатива создания этой галереи принадлежит красночитайцу Анатолию Данилову, заслуженному художнику Чувашии, профессору Чувашского государственного педагогического университета. Половину экспозиции в галерее составляют его работы, подаренные землякам. Народный музей находится в историческом центре района. Это здание связано с именем священомученика Михаила Самсонова, который служил настоятелем Храма Воскресения Христова и был директором школы. Отца Михаила арестовали в 1936 году. Ему было почти 70 лет. Свою жизнь священомученик окончил в Алатарской исправительно-трудовой колонии. Церковь причислила его к лику святых, как пострадавшего за веру. Настоятель Красночитайского храма считает, что прославление достойно и супруга священомученика. Для нас семья священомученика Михаила подобна, как Петра и Феврония. Я бы хотел видеть еще рядышком с ним его матушку Марию. Когда матушка Мария уже собралась в годы к нему на встречу, на свидание, собрала целый обоз вещей. Не только для него, но и для заключенных. И получилось так, что она не доехала до туда, обоз ограбили и убили. То есть Матушка Мария тоже является новомученной и убиенной. Храму, испытавшему на себе гонение советского времени, скоро исполнится 215 лет. Первая церковь в селе была построена еще в 1740 году. Это было деревянное здание, а каменное возвели к 1802 году. Гордостью православных является местная колокольня, третья по высоте в республике. Колокола доходили до шумерли, как всегда говорят, что ядерно звонил, слышно было в нас, читая, что считает, звонил, было раскидно слышно, и так передавали друг другу наш такой трезвон. В этом году у нас через 215 лет хотим сделать малую звонницу. То есть на улице как в Чебоксарах, как в Новоюжном районе новомучеников, там такую же небольшую звонницу, чтобы возможность была и детям позвонить на пасхальные, просто учиться. Это не мешает. О детях отец Максим говорит не зря. В историческом центре Красных Читай рядом с храмом находится детский сад Солнышко. Сегодняшняя гордость красночитайцев. Его торжественно открыли в конце 2015 года. Здесь все как в больших городах. Уютные спальни, светлые группы, наполненные развивающими игрушками и удобной мебелью, современно оборудованная кухня. Есть даже собственное бомбоубежище. Солнышко яркий символ того, как развивается сегодня жизнь села. За последние годы в нашем Красночитайском районе, как и по всей республике, произошли значительные положительные изменения. Участвуя в программе модернизации системы образования отремонтировали все образовательные учреждения, получили современную мебель, столовое оборудование, капитально отремонтировали спортивные залы, санузлы, построили пристройка Красночитайской школы на 240 ученических мест, физкультурно-спортивный комплекс Хастар и детский сад Солнышко на 160 мест. Капитально отремонтировали все центральные сельские дома культуры, центральную районную больницу и инфекционное отделение. Строим новые ФАПы по указу главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. За последние годы очень многое сделано в нашем районе по улучшению качества жизни населения. Мы примерно подсчитывали, за последние 4,5 года в район пришло инвестиции около 1 миллиарда рублей. Если крупный объект назвать, это в первую очередь физкультурно-оздоровительный комплекс. Почему я это называю в первую очередь? Потому что за последние 3 года мы впервые столкнулись с таким фактом, что наши дети читайские стали занимать призовые места по плаванию на уровне республики. То есть от этого идет реальная отдача. Жить в Красночитайском районе с каждым годом местные жители заняты в основном сельским хозяйством. Лидером не только в районе, но и в республике является сельскохозяйственный кооператив Коминтерн. Более 20 лет им руководит заслуженный работник сельского хозяйства России Альбина Новикова. Предприятие работает с прибылью. Выручка составляет более 100 миллионов рублей. Среднемесячная зарплата работников превышает 20 тысяч. Специализация хозяйства производства молока, мяса и зерна. Около 3000 гектаров пахотной земли обрабатывает солидный механизированный парк, который составляет 5 комбайнов, 20 с лишним тракторов, грузовые и легковые машины. Ежегодно хозяйство приобретает современную технику. В Коминтерне работает 105 человек. 65 из них проверенные кадры со стажем 20 и более лет. Гордится предприятие тем, что ежегодно удается привлечь к работе на земле и молодых. В дни летней страды и каникул на такую работают студенты и школьники. Сюда привлекает их возможность заработать неплохие деньги. Есть и те, кто связывает свою жизнь с работой на земле. Щедрые дары этой земли заготавливают и перерабатывают в Красно-Читайском районном потребительском обществе. В цехе сушат целебные травы, выросшие в экологически чистых местах, способные заменить химические препараты и лечить от множества болезней тысячелестник, зверобой и календола, целые мешки липового цвета, березы и мать-и-мачехи, богатство природы, которое надо успеть запасти в недолгие месяцы лета. Ежегодно райпо заготавливает более 100 тонн овощей и фруктов. Здесь готовятся оленя и маринады, которые не уступают по качеству домашним. Соки и лимонады продукция, которая уходит на прилавки не только местных магазинов, но и за пределы республики. Красночитайский лимонад делается на чистом сахаре, без заменителей. И в этом залог его популярности не только у жителей района, но и у гостей. Есть у красночитайских кооператоров и собственный бренд березовый сок. Его каждой весной собираются специальных делянок. При переработке добавляют только сахар и лимонную кислоту. Приятный и целебный напиток пользуется неизменной популярностью. Визитная карточка Красночитайского района и Красночитайского района мы всегда говорим березовый сок. Единственное, в Поволжье мы выпускаем березовый сок. Ну, зависит от климатических условий. Когда собираем 10 тонн, когда 12 тонн, когда 15 тонн, весной заготавливаем, стерилизуем и все лето торгуем. Своей визитной карточкой Красночитайское райпо считает и хлеб. Он здесь удивительный на вкус, душистый, воздушный. Держит марку. Конкуренция на рынке хлебопечения высокая. Но Красночитайцы привозному товару предпочитают хлеб, испеченный на своем собственном хлебозаводе. Увозят его с собой и гости района. На предприятиях райпо работает 350 человек. Придя сюда на работу, мало кто уходит. Коллектив слаженный, заработки стабильны, профессии благородны. Жить там, где родился, вырос, создал семью, где твои корни, где поколение предков сохраняли и приумножали достоинства родной земли. Наслаждаться красотой своей малой родины в этом и есть простое человеческое счастье. Я здесь родился. Мне нравится моя читайская именно природа, потому что здесь у нас протекает 58 километров суры, 100 с лишним озер и 27 с лишним тысяч гектаров лесных угодий. Моя деревня находится как раз рядом с лесом и рядом с такой красивой местностью, как Чавал, где проводится постоянно на году. То есть я люблю свою природу, люблю свой дом, люблю свою деревню. Родная земля притягивает, да и как может не притягивать изумительная красота открывающейся сурских косогоров. Побывав здесь однажды, каждый захочет вернуться, чтобы сказать «Я люблю Чувашу». «Я люблю край красивый», «Славлю край приволжский милый», «Славлю песни птичьих стай», «Славлю мой Чувашский край».